Уважаемый Алексей Ильич, как ответить восьмилетней дочери на вопрос, кто такой Бог? Она часто спрашивает, как это Бог? Три, но один. И как понять, что Он есть, если она Его не видит? Да, восьмилетнему человеку, я вам скажу так, в отношении троечности Бога, не восьмилетнему, а и восьмидесятилетнему, я ответить не смогу. Могу только назвать, назвать только, что говорит христианство. Учение о Троице – это совершенно беспрецедентный догмат. Вы знаете, ничего подобного никогда и нигде в истории не было. Здесь мы касаемся самой глубины, если хотите, божественного существа. И поэтому ребёнку можно сказать только так. Вы будете проходить и узнаем, что оказывается, мы сейчас вся наука, наука наша, а не что-нибудь, не знают, что такое пространство. Он недавно вышел, огромная книга, целый научный труд. Известна очень физика, физик, очень известный американский физик Митя Окаку, написал книгу «Гиперпространство». Что такое время? Господи, есть целые-целые талмуды написанные. Я помню, читал одного «Направление времени», «Направление времени» книгу, то же самое. Мы не знаем, что такое пространство. Хотя, кажется, вот оно оно. Что такое время? Да более того, даже не знаем, что такое материя. Что такое материя? Не знаем. То электроны какие-то, то ядра, то нейтроны, то какие-то кварки, то какие-то волны. Господи, да что же такое? Даже материю не знаем. Вы знаете, это очень важно ребёнку сказать, что мы не знаем. До сих пор наука так не может добраться. Даже этих вещей, которые можем потрогать, пощупать, понюхать, всё, вот. И мы не можем сказать. А теперь мы хотим, хотим сказать Бог. Кто такой Бог? Понять. Есть вещи, о которых мы можем только сказать. Так есть. А почему и как есть, это сказать, это очень и очень трудно. Но можете привести такой образ, на который прежде всего ссылаются вот святые отцы. Они говорят так. Человек один. Один. Так. Но посмотрите. Есть ум. Ум. Есть слово. Мысль. Мысль. И есть дух человека. Объясняю. Кстати, я сказал слово, да? Вот на Пасху будет читаться Евангелие. В частности, и по-гречески будет читаться. И первые слова, знаете, какие? Эн архи ин о логос. Дальше прочтут по-русски. В начале было слово. Причём слово с большой буквы. Логос. Сын Божий. Слово логос имеет около сотни значений. Но они о чём говорят, святые отцы? Что вот логос у человека тоже есть ум, образ отца. Есть мысль. Логос. Образ сына. И есть дух в человеке. То есть, это, если хотите, моральная окраска, если хотите, или моральное, духовное состояние и моего ума, и моего слова. Это дух. А один человек – один. Три. Три. Верно, разные вещи. Удивляемся? Ну, нисколько. Ну, так же и в Боге. Ну, можно такой образ привести. Субтитры создавал DimaTorzok